Нашла. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой впервые в данном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Елена выходит из биоробота, и если в ее биороботе еще находятся чужеродные голограммы, копии, подключки, все это выходит и становится рядом с ней. У нее есть голограммы. Скрывает ее кто-то. Хорошо. Защищаем ее физический биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Елену в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Голограммы берем в сетку и вместе с тонкой копией Елены и голограммой поднимаемся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. У меня тонкую копию, как таковую, не видно за этой голограммой на месте. Хорошо. Отправляю голограмму в клетку-тюрьму. 1, 2, 3. Да будет так, а таки есть? У нее голограмма забрала все энергии. Такое ощущение, что голограмма живая, а она вся тонкая, прозрачная. О, вот как. Хорошо. И я даю команду, значит, 3 от этой голограммы выстраивается канал к ответственным. Все ответственные по цепочке связаны с этой голограммой и с энергией Елены. Сила моего намерения притягивается в клетку-тюрьму и становится заложниками. 1, 2, 3. Да будет так, а таки есть? Внутри кто-то есть в этой голограмме. И я даю команду, эта сущность выходит сейчас из голограммы и становится в соседней клетке. 1, 2, 3. Сила моего намерения, да будет так. И так и есть. Она вышла. Это синяя. Позже что-то на дракона. Но это не дракон. Стоит на двух ногах. И от этой сущности выстраивает... Сошли лица. Замер в клетке. От этой сущности выстраивает канал ко всем остальным ответственным, связанным с ним. 1, 2, 3. И они притягиваются в клетку-тюрьму и становятся заложниками. 1, 2, 3. Где бы они ни находились во вселенной, притягивая всех ответственных, связанных с голограммой, с этой сущностью в клетку-тюрьму. Сейчас она замерла, и можно рассмотреть. Никто не притянулся. Хорошо. Что это за сущность такая? У меня язык, как у ящерицы. Он как в замедленном действии достает. Не саламандр это случайно? Похоже, да. Ближе туда что-то. Так, может говорить... Саламандр... Ты саламандр или кто? Хамелеон. Хамелеон. Ещё и хамелеон. Хамелеона у нас, по-моему, не было ещё. Как ты попал в это биополе, хамелеон? И почему ты больше энергии высосал, чем остался в тонком теле? Он в постоянном движении, ему всегда нужны энергии. То есть для тебя не существует закон о мироздании, ты не понимаешь, что делаешь, да? Да. Сколько ты процентов энергии у неё отсасывал? 80. 80 процентов. А получается, что он с ней синхронизирован, и все движения, которые он делал, впустую. То есть он забирал всю эту энергию. Всё понятно. Он двигается постоянно внутри неё. Двигался. Сейчас он будет двигаться только в клетке или в галактическом ядре, в зависимости от того, как пойдут сегодня наши работы. Так, хамелеон, сколько ты находился в этом биополе? 8. 8 лет. Где, и покажи ситуацию, как ты в неё вошёл? Что это было? Где это было? В компании показывает. Что там было в компании? Весело? Весело было. Музыка была. Вибрация определённая. Он свои вибрации показывает, вот эти движения бесконечные. Танцы? Ну, и танцы, и какой-то звук ещё он показывает. Нет. Нет? Ладно, хорошо. Так, мы приветствуем Елену, интересуемся, готова ли она к диагностике, доверить ли она нам своё биополе на период сеанса? Ну, звук, как волны, знаешь, иногда такие есть волны. Волны, радиоволны. Когда поезд какой-то делаешь, вот такие, как какие-то вибрации, звук вибраций каких-то. Хорошо. Не знал, что такое может быть. Так это дискотека была, скорее всего, да? Или клуб, или что-нибудь такое, где музыка играла. Там как раз и... Понятно, там есть как раз такие колонки, такая музыка, которая волнами идёт, подключая всех к миру космических. Они даже не понимают, что эта музыка на их частоте. Хорошо. Так, Елена, она ответила или нет, Вера? Да, она дает согласие. И я даю команду, значит, 3, сканер начинает сканировать пространство над головой Елены под ногами. Сканер сканирует все 7 тонких тел Елены, находит всё. Арахнует. Да. Кинкоп. Да. Её бес. Бес. Считай цифру беса. Восьмое? Да, босинь. Хорошо. Арахнует. Ну и четыре канала, ты сказал, да? Не четыре канала, но у неё... Голограмма ещё идёт. Голограмма, она сочная, такая вся стоит. Мы от голограммы будем реверсом собирать всё. Так, я объявляю программу всем присутствующим, вы обнаружены. Мы проводим чистку Елены по её воле. Сейчас начнётся реверс энергии. Мы отадим тёмную энергию, заберём светлую. Потом я дам команду каждому убрать. Потом пройдёт рассинхронизация и проверка. После проверки, все, кто её пройдут, она будет проходить двумя миллионами Герц. Если кто-то что-то оставит или забудет биополе, он просто сгорит в клетке. Такое уже бывало. Если вы этого не хотите, слушайте мои команды и не обманывайте. Всем понятно? Да. Все, кто пройдёт проверку, уходят на свою чистоту. Все, кто будет мне мешать, будут наказаны на их чистоте. Надеюсь, до этого не дойдёт. И я даю команду тонкой копии Елены спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Это каналы и сущности. Каждый подходит к своему каналу. И я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкой вибрационной энергии. Энергию страха, энергию неуверенности, энергии всех болезней. Всё, что она могла получить от них, возвращается к ним. Арахноид, как долго ты находился в этом биополе? Ох, арахноиды, сколько черноты идёт. Полтора года. А чё так много тебе черноты идёт, арахноид, за полтора года? В голове у неё намотан. Ага. Паутиной. Обмотал голову паутиной, гнездо сделал. И он не только на ней, он в доме. И в доме ты ещё арахноид. Что же мне с тобой делать? Он показывает то ли клинику, то ли больницу. Да. Да. Диана подцепила его? Да. Они там сидят. И потомство у тебя есть в квартире, арахноид? Есть. Понятно. Он спустился с потолка. С потолка. На голову. Я видел. Прямо показывает, как он спустился. В этой больнице, понятно. Лапами, на шею, на голову. Итак, Инкуб, как долго ты находишься в этом биополе? Как долго Инкуб находится? Три года. Без, как долго ты находишься? Без четыре. Значит, Без привел Инкуба, да? Сам пришёл. Сам пришёл. Посмотри, какие его всё. Хорошо, ждём окончания реверса. Усиливаем потоки. В пятьдесят раз до последнего микрона. Всё назад. Всё чужеродно. А устанавливаются фильтры с золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Елена забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Усиливаем потоки в пятьдесят раз. Счастье украли, радость украли. По всем чакрам энергии забрали. Всё возвращается. И счастье, и радость. Вот оно. Знаешь, как в слово идёт наслаждение жизнью. Конечно, когда жизнь уже не в радость, не наслаждаясь ей в смысле. То есть жизнью наслаждался хамелеон. Я не знаю, хамелеон. Что ты за такая паразитарная сущность, что ты так много у человека забрал? Ты забрал больше всех вместе присутствующих. Реверс закончился. Хорошо. Так. Я, да-да-да. Бес, скажи мне, есть лярвы в биополе? Да, есть. У нас тонкая копия. Она как-то плачет и смеётся. Она говорит, что я разучилась смеяться. Вполне возможно. Хорошо. Где находятся лярвы? Спина. На спине. Ты хочешь их забрать потом, да? Хочешь спросить меня? О, да. Хорошо, тогда давай сделаем так. Ты сейчас выходишь, снимаешь всё, что ты оставил. Докладываешь мне, а потом я тебе даю отдельную команду. И ты можешь забрать эти лярвы. Приступай. Он говорит, что она как робот стала. Это от этого хамелеона, да? Одно и то же действие. А, повторяется всё, да. А с чем это связано, Бес? Связано это с её как-то осознанностью, мировоззрением или это воздействие от вашей компании? Он говорит, что ты же понимаешь, что наша компания связана уже с её мировоззрением и осознанностью. Я понимаю, поэтому я спрашиваю, на какую черту именно, на какую чистоту вы зашли? Что там? Человек сам истязал себя, трауер постоянный. Про меня спрашиваешь? Я спрашиваю, в принципе, ну хорошо, расскажи за себя. Я вот лично на крики зашёл. Любит она покричать. А, это твоя чистота. Хорошо. Редко, но метко кричит. Я вот лично на это зашёл. Хорошо, Бес, благодарю. Он всё снял, Вера? Он с неё снял высокие колготки и он с неё снял ленты на руках, на запястьях красные. Хорошо. Всё, да? Да. Хорошо, Бес, я тебе разрешаю снять лярвы. Ничего не забывай, всё снимай. Возвращайся. На шее лярва у меня тоже. И на шее, хорошо. Боится, говорит, она задыхается. От этой лярвы, да? Что ты наработала себе лярву? Репит от страха. В чём именно страх заключался? Она кого-то боялась или чего-то, или всего боялась? Она не могла понять, но всё чувствовала. Знаний не хватало ей. Чтобы объяснить это всё, понятно. Всё собрала. Хорошо. Так, я прошу Инкуба выйти сейчас и снять всё, что он оставил в её биополе. Все ошейники, корсеты, сапоги, ленточки, всё, что он оставил. Там жилетки. А вот у нас, подожди, бес, он наелся этих лярв. Да. Горячит, что ему горячо, горячо. А что тебе, водички дать или что? Перчика много. Так, говорит, такой вкус имеет, сожалению. Ну, есть такая еда, которая острая, конечно. Значит, тебе такое попалось. Инкуб у нас выходит. Снимает всё, что наставил. Знаешь, с неё снимает какой-то жилет. Но он почему-то тяжёлый. Он на поясницу давал. Приземлял. Боль в пояснице шла от него, от тяжести от этой. Угу. Откуда лярву снял биос? Ну, вот на лярву за три года и наработалась. С перчика. И на шее у неё ремень. Забрал всё. Хорошо, арахноид выходит сейчас и достаёт всё, что наставил биополе Елены. Приступай. Ну, он показывает, он вот этими лапами своим он проколол и колол. Человек должен такие боли испутывать. За какие боли ты был ответственен на арахноид? Мигрени. Мигрени. Да, мигрени – это второе имя арахноида. Так и есть. Ну, он показывает, что вот у него как иголки, а его лапы, он их достаёт из головы. И на голове у него гнездо, как из паутины, свитая такое. То туда её качало, то сюда. И в квартире ещё потомство. Хорошо, ничего не забывай. Всю паутину снимай, докладывая готовность к проверке. Потом. Хорошо, так, хамелеон у нас остался. Тебе надо выходить, вытаскивать или ты так вытащишь? У него связь с голограммой идёт. У неё связь с голограммой. Давай, всему надо отключать. Выходи, хамелеон, отключай полностью всё, что ты в голограмме подключил. Как голограмма сейчас выглядит? Мы из неё все энергии уже забрали. Она сейчас, голограмма, выглядит так, как выглядела она. Угу, хорошо. У него подключки по всем чакрам. Сердце, голова, низ. Я не понимаю, хамелеон. Тебе даже одной чакры было мало, ты по всем чакрам пошёл. Он с ней синхронизировался, а ему нужна любая энергия, чтобы продолжать танцевать и двигаться. Угу. Любишь танцевать, хамелеон? Он живёт на этих энергиях, на этих вибрациях. Это как вирус. Подхватил, и пока не удалишь, он будет сидеть. Слушай, что это за музыка такая? Я уже не первый раз, мы уже встречали зелёных танцующих человечков, которые приходили тоже. Техногенная цивилизация, они на техномузыку заходят. На какую музыку, на какие вибрации? Сколько ударов в минуту, скажем так? Мы это называем бит про минуту, в минуту. 120, говорит. 120, так это же в принципе самая такая приятная частота, на которой можно ехать и слушать приятную музыку. То есть ты имеешь в виду на 120 ты заходишь уже. Удары в минуту. Он почему-то постоянно показывает определённые какие-то вибрации. Такой, как пронизительный что ли. Звук там есть. Там есть звук в этой частоте, скорее всего. То есть там удары в минуту не играют роли. Нет, он именно вот эту вибрацию показывает. Он показывает её звук и цвет показывает. Белый холодный цвет. Белый холодный, я вижу он как матовый такой, да. Немного синим оттенком. Космически. А у него такой оттенок. Скажи мне, Хамелеон, а из какой цивилизации ты пришёл? Хамелеон. У вас тоже и такая цивилизация есть? Конечно. Ну понятно, мы встречались просто и с драконами, и со всеми остальными. Был у нас Саламандр недавно. Он сказал, что он из созвездия Драко. Ты оттуда же? Да. А, понятно. То есть вы все там друг друга знаете хорошо? Знаем. Понятно, хорошо. Вытаскивай всё. Он отключил. Отключил. Хорошо. И я сейчас включаю внутренний белый свет Елене. 1, 2, 3. И начинается рассинхронизация Елены с хамелеоном, арахноидом, инкубом, биесом и голограммы на счёт 3, 1, 2, 3. И пошла рассинхронизация. Закончится автоматически, когда 100% будет достигнуто. Она говорит, я не могу поверить, я вернула себя. Я столько лет была этим хамелеоном. Да. Я только сейчас вспоминаю, кто я есть. Вы стоите в начале пути, Елена. Сейчас всё будет хорошо. Только работайте. Она говорит, я как будто вернулась в эту отправную точку. Да. Которая 8 лет назад была. Он говорит, а ведь он прав, я как робот жила. В какой-то мере, да. Они наши учителя. В какой-то мере. Если не повторять одних и тех же ошибок, то можно с этим жить. Она говорит, я благодарю за эти подсказки. Во благо, Елена. И понимаю, что нужно начинать с себя. Абсолютно. Экхронизация закончилась. Отлично. Хорошо. Рассинхронизация закончилась. Я подхожу к Елене, кладу руки на плечи. И своей собственной энергией помогаю ей сделать импульс высоковибрационного шокового удара. И сжечь все каналы к интерферентам. Значит, три. Один, два, три. Удар. Сжигаются все каналы. Отлетают. Открывается портал в галактической дроне. Улетает в галактической дроне. На переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Она говорит, какая у вас интересная работа. Абсолютно верно. Каналы ушли. Хорошо. Каналы ушли. Закрывая, печатая, растворяя. Все. Так. Значит, они все... Значит, я включаю сейчас внутренний белый свет Елене. Один, два, три. И, значит, три Елена. Начинает выдавливать из себя все остаточные негативные патогенные энергии, которые остались ее собственные, ей же сгенерированные. Сгенерированные плюс энергии хамелеона, арахноида, инкуба, без малейшей наночастицы. Все выходит, все выдавливается. Значит, три, один, два, три. Свет пошел. Нити этих патогенных энергий начинают выходить из ее биополя и закручиваются в шар перед ней. Этот шар начинает крутиться. Все нити наматываются. И шар останавливается автоматически, когда 100% будет выведена из биополя Елены. Знаешь, шар вышел, но там какие-то действия, на которые они ее побуждали в этом шаре. Хорошо, значит, это мысли формы вышли. Все вышло. Большой шар. Большой. Насколько больше? Больше мяча, меньше мяча? Больше. Больше. Он как такой шар, который вот надувает. Понял, да. Размеры. Хорошо, открывая внизу портал в галактическое ядро. Один, два, три. Этот шар улетает на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая печат и растворяя яду и команду на счет три. Скэнер начинает сканировать все семь тонких тел. Елены проводят контрольную проверку. Малейшие наночастицы сжигаются. Или что-то крупное осталось. Загораются маячки. У меня сейчас энергии бурлят. Нескармонизированные. Все, сейчас закончим и сделаем. Она говорит, мне это нравится. Я себя живое чувствую. Давно энергии не получала раз такая радость. Что там скэнер? Она чистая. Чистая, хорошо. Буду отпускать. Орахнует, я тебя сейчас отправляю назад в квартиру. Ты собираешь всю свою паутину. Собираешь все свое потомство. Дожидаешься меня. Я прихожу и открываю тебе портал. Потом ты уходишь на свою чистоту. Тебе все понятно? Да, понятно. Хорошо. Я открываю сейчас портал в квартиру Елены. Один, два, три. И Арахнует уходит в квартиру. Собирает все и дождается меня. Закрывая, печатая, растворяя. Готова. Хорошо. Бес, ты готова уходить? Готова. Открывается внизу портал против часовых стрелок. И хамелеон у нас остался. Ли, можно тебя спросить одну вещь? Хотел задать вопрос. На связи. Ли, приветствую тебя. У меня здесь хамелеон. Мы их раньше, по-моему, не встречали. 80% отток энергии за 8 лет. Это нормально для этой сущности? Или это какой-то перебор? Меня просто цифры немножко испугали. Она говорит, что не было борьбы. Поэтому забирал. Не было сопротивления. Не было сопротивления. Благодарю тебя за объяснение. Хорошо. Работаем дальше. Хорошо, хамелеон. Я прошу тебя больше не приходить туда в это биополе. Здесь мы будем проверять. Найди себе новое место обитания. Все понятно? Да, понял. Хорошо. Голограмма остается на месте. Открывается наверху портал против часовой стрелки. На частоте хамелеона. И хамелеон уходит на свою частоту, забывая дорогу назад. Закрывая, печатая, растворяя. И под голограммой открывается портал в галактическое ядро. И голограмма улетает на переработку в чистую первичную энергию. Вместе с ней все подключки. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Клетка пустая? Пустая. Поехали. Поехали. Хорошо, Елена. Как вы себя чувствуете? Она говорит, боже, как же прекрасно. Только я думаю, что все закончено. Вы говорите следующую команду. И по мне опять идет прилив энергии. Теперь вы можете сами заправляться этими энергиями, если вы умеете так и хорошо чувствовать. Заправляйте себя до необходимого уровня. Хорошо, Елена. Мы сейчас сделаем следующее. У нас сейчас по плану ваш сын. Мы его поднимем. Ему 12 лет, поэтому 13. Поэтому лучше, чтобы он побыл с вами. Вы тогда останетесь здесь со мной. А Вера сходит и заберет его сюда. Хорошо, Верочка. И я прошу тебя в энергоинформационном поле найти тонкую эфирную энергетическую копию, воплощенную на Земле. Один, два, три. Пошла. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой впервые в данном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Богдан выходит из биоробота, становится рядом. Если в его биороботе еще находится чужеродная копия или голограмма, все это выходит и становится рядом. У него энергии вокруг него. Неоновые какие-то. Ну, понятно. Догадывайся то это. Хорошо, защищаем. Больше ничего, да? Ну, он как подключен к ним. Хорошо. Больше ничего. Сейчас отключим. И защищаем его физический биоробот с защитным потоком и чистых энергии Абсолюта. Берем Богдана в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Богдана поднимайся в комнату диагностики. Пошел, прием. Мы на месте. Скинер сканирует все семь тонких тел Богдана. Находит все. У него чертик. У него арахнует. И у него вот эти энергии. Они как меридианы вокруг него. Эта оболочка. И такие зеленые, неоновые цветы. Где сейчас энергия находится? В клетке. И на счет 3 я выстраиваю канал от этих энергий к ответственным. Один, два, три. И притягиваю всех ответственных, связанных с этой энергией. И с Богданом в клетку тюрьму. Становятся моими заложниками. Где бы они ни находились во вселенной, по цепочке все притягиваются. О, здесь рептилоиды. Много рептилоидов? Твое. Считают цифры над головой. Снимаются все маски и голограммы. Фантомы предстоят в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Если это голограмма, загорается красный цвет. Если это оригинал зеленый. Один, два, три. Ставим маячок. Маячок зеленый. Да. Они не особо понимают, что ты их притянул. Одного, 82 уровень. Он лаборант. Лаборант не понимает, почему его притянул. Откуда этот цвет в биополе? Он показывает его комнату. Телевизор. И стена сзади кровати. Они все вот в этих цветах. Хорошо. Откуда они там взялись? Игры. Игры компьютерные. Да. А как вы связаны с играми рептилоиды? Наши идеи. Так это ваша энергетика практически в этих играх, да? И подключки происходят через игры? Или как понимать? Так и есть. Забор энергии. А какая конечная цель этого забора энергии? Многие ломаются на этих играх. У многих останавливается мозг. И ребенок перестает взрослеть. Останавливается развитие, ты хочешь сказать? Да. Вот это серьезная, конечно, опасность. Скажите, рептилоиды, вы связаны как-то с квартирой? У вас же там наверняка что-то установлено, да? Ну, он это и показывает. Эти энергии, они... Они в квартире находятся. Они... Получается, за кроватью есть стена и телевизор, который напротив. Вот. Не все вот как пересечения, как меридианы вот этих энергий. Как у ловушки. И все это выработано именно компьютером, да? Все это пришло... Все через... Ну, игры-то идут через компьютер или через телевизор. Как он играл? Может, через телевизор играл, конечно. Если там приставки какие-то. Вот это да. Скажите, рептилоиды, а вот это раздражение, припадки атак таких жестких, где он там кричал, бился руками там об стену и так далее. Что это такое? Кто это сделал? Чья это работа? Практически нервный срыв у ребенка. Ребенку нужно внимания. Ребенок взрослеет, но его эмоциональная система не успевает за ним. Ему нужен покой, гармония. Ему неоткуда брать силы. В компьютерных гиграх он их точно не найдет. Я говорю про семью. Про семью. А, про семью, понятно. Хорошо, скажите, как долго вы находились в этой квартире, в его биополе вообще? Он показывает, что вот эти зеленые энергии, нити, да, как нити они. Да. Они простраивались потихоньку. За два года настроились. Два года настроились. Скажи, вот эти боли, которые там ребенок испытывал, по-моему, в почках там были, кто ответственный за боли на физическом плане? С чем это было связано? Вы в курсе? Не с нами. Не с вами. Хорошо. Арахноид с тобой была связана? Боли на физическом плане? Какие боли ты приносила, Арахноид? Ну, у него проходит через все тело паутина. Вверх он идет. Ну, это отток энергии, правильно? А кто ответственный за боли в почках и в спине? Ну, вот эти лапы у него, паутина, что с головы идет вниз у него. До самых ног. До самых ног. Ну, понятно. Хорошо. Значит, это твоя работа, Арахноид. Ты был ответственен за эти... Как долго ты находился в биополе? Восемь месяцев. Восемь месяцев. И черт. Как долго ты находился в этом биополе? Где зашел? В квартире? Или в школе? В квартире. Там портал, понятно. Как долго? Последние пять месяцев. Понятно. Значит, у тебя в квартире и носочки там есть, вернее, комочки есть, одеялки есть твои, все там есть, да? Много что есть. Много что есть, понятно. Хорошо. Арахноид, а у тебя что-то есть в квартире? Там дорогие. Хорошо. У рептилоидов есть. Значит, черта с рептилоидами я после реверса энергии и отключения каналов отправлю в квартиру для того, чтобы они все начали собирать. И после этого я приду и отправлю их на их чистоту. Всем понятно все? Да. Арахноид тогда сразу пойдет на свою чистоту. Все, переходим к реверсу. У нас три канала, да, Вера? Черт, арахноид и рептилоиды с этими энергиями. Да. Хорошо. Я даю команду тонкой копии Богдана спроекцировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную и патогенную низковибрационную энергию в его биополе. Начали выстраиваться каналы. Сущности, каждый подходит к своему каналу. И я даю команду тонкой копии Богдана произвести отчуждение всей чужеродной, патогенной, низковибрационной энергии. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Усилим потоки в 50 раз. К рептилоидам у него вот эти энергии как возвращаются, нервное напряжение. Вот откуда нервное напряжение шло. И плюс еще арахноид помогал. Черт, а есть где-нибудь лярвы на теле у Богдана? Он говорит, что пока нет, он будет так переживать, будет лярва. Понятно. Я буду выводить из него все эмоции негативные и патогены. Если хочешь, я тебе могу этот шар отдать, так как лярвы здесь нет, у меня тебе ничего больше дать. Давай. Хорошо, дойдет очередь. Закончился реверс. Хорошо, устанавливается фильтр золотой сеточки на все каналы и в порядке реверса. Богдан забирает все чистую, светлую, божественную энергии обратно. Он, хозяин своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Усилим потоки в 50 раз. От кого идет больше всех? Посмотри. От все густые энергии, яркие, возвращаются к чакрам. Красная идет от черта. Тарахноиды идет. Фиолетовый, синий, желтый, оранжевый. Мау. Макушка, третий глаз, живот. Сердце вешает рептилоиды. Зеленый и голубой. Угу. Богдан, ты видишь все это? Ты видишь, что в клетке находятся? Как они здесь оказались? Это из-за твоей любви к компьютерным играм. Они заходят через компьютерные игры. Ты играешь в компьютерные игры, которые придуманы ими. Как практически все игры, в которых... Он смеется, он говорит, как такое может быть? Ну вот, посмотри, как это такое может быть. И такая сущность вполне в состоянии остановить твое развитие. Ты останешься ребенком навсегда, с детским мышлением. Или у тебя будут нервные постоянные срывы. Тебе нравится такая перспектива? Ну, от него такая идет какая-то... Ему не нравится такая перспектива. Но это то, что его больше всего занимает на сегодняшний день в жизни. Хорошо. Посмотри на них еще раз, Богдан. Возможно, ты с ними скоро встретишься опять. Если ты не изменишь свои привычки, этот путь ведет в тупик. Говорит, что все играют. Ты хочешь быть как все? Выучил бы язык какой-нибудь. Получил бы какую-нибудь профессию. Программистов в твоем возрасте. Люди уже программируют. Они в игры играют. Ну ладно, это твоя мама будет с тобой разбираться. Я тебе просто хочу сказать, что ты сейчас идешь в неправильном направлении. Говорит, что я и так три заказываю. Хорошо. Значит, еще два. Выучи, тогда будет пять. Но это лучше, чем терять время на вот это бессмысленное стрелялки, через которые ты становишься нервным, потом стены лупишь руками. Понимаешь? Они сейчас объяснили, как это все действует. У тебя в квартире, в твоей комнате, там полностью сетка стоит. Ты дышать не сможешь там нормально, пока мы это все сейчас не уберем. И это опять придет, если ты дальше будешь так бессмысленно прожигать свою жизнь в эти игры. Но это твое право, твой выбор. Поэтому хорошо, с реверсом мы закончили. Ян, давай начнем с рептилоидов тогда. Рептилоиды выходите, вытаскивайте. Лаборант выходит, вытаскивает все, что он установил в биопоре. И возвращается докладает о готовности. Он говорит, что не хочу, чтобы он ко мне приближался. Я сказал тебе, Богдан, тут вариант простой. Не делай определенных действий, не будет последствий. Он будет приближаться, как только ты начнешь опять делать то, что ты делал до этого. Поэтому я с тобой об этом хотел поговорить. Мы не сможем постоянно быть рядом. Рептилоид из него достает чипы проводами и показывает ему. Да, посмотри, Богдан, на эти чипы. Он к маме поворачивается, говорит, мама, что это такое? Скажи ему, чтобы он не приближался ко мне. Это сейчас мама рядом, Богдан. Когда он приходит к тебе устанавливать эти чипы и датчики, импланты и конвекторы, мамы рядом не будет. Поэтому ты должен брать ответственность за свою жизнь, учиться уже брать свои руки. Ты же взрослый молодой человек. Я тебе говорю, знаешь, написано, не влезай, убьет. Не надо совать в 220 вольт металлические предметы, ударить током. Вот точно так же я тебе говорю сейчас. Не надо играть в эти игры и не будет этих сущностей с этими присадками и имплантами. Лучше спортом займись. Хорошо, все вытащил, Вера? Да. Благодарю рептилоидов. Выходит арахноид. Достает все, что он оставил в биополе. Сматривает всю паутину, всю жидкость, все, что там осталось. Он, как я уже говорила, с головы проткнут полностью вниз до живота. Да. И в животе у него место он делал паутина тоже. Он там уже инкубатор готовил, да? Да. Ну и еще пару месяцев и там бы началось веселая жизнь всем. Пина, паутина снимает все. Готово. Хорошо. Давай, чертик, выходи, вытаскивай все, что ты оставил, носочки, все. Что он снимает, Вера? У него на одной ноге высокий такой, как гольф. На другой носок маленький. И какую-то реакцию вызывала, черт? Ход. Боль. Где, в ногах или во всем теле? В ноге. Да. Хорошо. Так, я сейчас... Они недолго сидели все. Рептилоиды, вы синхронизированы с ним? Они показывают квартиру опять. Хорошо. Хорошо. Значит, тогда делаем следующее. Я подхожу к Богдану, кладу руки на плечи. И моей собственной энергией даю импульс высокой вибрационной шоку удара и сжигаю каналы к интерферентам. Значит, три, один, два, три, удар. Сжигаются все каналы, отлетают. Есть? Да, готово. Открывается портал в галактическое ядро. Эти каналы улетают в галактическое ядро. На переработку закрываю, печатаю, растворяю. Хорошо. Я включаю внутренний белый свет Богдану. Один, два, три. И на счет три Богдан начинает выдавливать из себя все негативные, эмоциональные энергии, энергии злости, неприязни, все патогенные эмоции, вибрации, энергии. Все это на счет три начинает выходить из его семи тонких тел. Один, два, три. Эта энергия начинает закручиваться и формироваться в шар перед ним. Шар начинает крутиться, наматывая все нити этих негативных и патогенных энергий, впитывая их в себя. Крутится быстрее и быстрее, останавливается автоматически, когда все 100% будут на этом шаре намотаны. У него, знаешь, идут вопросы. Почему, почему? Много разных вопросов, на которые ему никто так и не смог ответить. Хорошо. Спрашиваем маму. Мама, почему вы не отвечаете ребенку на его вопросы? В таком возрасте, когда они... Они знают, как объяснить многие вещи. Есть интернет. Многое можно узнать и самому. Можно научить, как искать информацию. И в этом плане она не знает, как объяснить, чтобы он понял. Это взрослая жизнь. Но он уже взрослый. Не может ему объяснить многие вещи. Ну, хорошо. Понятно. Шар вышел, Вера? Да, вышел. Большой шар? Мяч. Баскетбол. Хорошо. Черт, забираешь? Там напряжение. Вопросы и напряжение. Хорошо. Черт, забираешь? Потому что он не может понять, что происходит в жизни. Забирает. Отправляю черту в клетку. Все. Все, значит, тогда делаем следующее. Сейчас проводим проверку. Я даю команду скэнеру на контрольную проверку. 1, 2, 3. Скэнер сканирует, уничтожает малейшие наночастицы, оставшиеся негативных энергий. И загорается зеленая или красная лампочка, если он чистый. Зеленый. Хорошо. Буду отпускать. Арахноид готов уходить? Готов. Больше не приходи в это биополе. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида. 1, 2, 3. Арахноид забирает все, что он с собой принес, уходит на свою частоту. Закрывай, опечатай, растворяй. Хорошо. Черт и рептилоид. Сейчас я вас отправляю в квартиру. Вы начинаете все собирать. И мы придем скоро и откроем вам портал и отправим вас домой. Все понятно? Понятно. Хорошо. Открывай сейчас портал в квартиру на счет. 3, 1, 2, 3. И туда уходит рептилоид и вместе с чертом. 1, 2, 3. Закрывай, опечатай, растворяй. Готово. Хорошо. Давай по частотам пройдемся. Или как? У нас еще зеленая вот эта вот сетка. Где она в клетке? Да. От нее открывается портал в галактическое ядро. Богдан, посмотри на эту сетку. Видишь ее? Нет. Вот, запомни хорошо. Запомни ее. Открывается внизу портал против часовой стрелки. И эта сетка улетает в галактическое ядро на переработку. Вот эта сетка, они тебя ловят. Хорошо. Все. Подсоедини тонкую копию Богдана к источнику высокой вибрационной чистой энергии, которую Богдан получает во время сна. Запроси биополис, сколько энергии, какая частая вибрация ему необходима до полного, восстановления и корректировки? 370. Угу. 23. И 23. Хорошо. И на счет 3 в макушку головы Богдану начинает поступать 7 высоковибрационных потоков. Он говорит, что эти энергии мне понятны. Я их чувствовал, когда был маленький. Это были лучшие годы моей жизни. Все в твоих руках. Потом я перестал чувствовать защиту. Все сломалось. Готово. Хорошо. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. На счет 3. Запускаем процесс активации и идентификации души. 1, 2, 3. Пошел процесс. Готово. Мальчик светлый, чистый, энергий, похожий на ангельский. У него счастья не хватает. Меркаба установилась? Да. Пусть тонкая копия Богдана вспомнит самый счастливый момент в жизни и даст нам числовое значение. 500. И на счет 3. Поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Богдана до 500 Гц. 1, 2, 3. Пошел подъем. Это эмоции счастья, при которых он может летать. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Богдан, как ты себя чувствуешь? Я доволен. Отлично. Хорошо, Верочка, считай информацию в энергоинформационном поле. Откуда душа Богдана родом? Где она родилась? Ангельская душа. Ангельская душа. Хорошо, все. Отец просто просил уточнить, узнать. Хорошо, Богдан, у вас все впереди. Прислушайтесь к моим словам и держите высокими вибрациями. Это радость, это хорошее занятие, это хорошее действие. Все, что вас нервирует, притягивает вот этих сущностей, которые вам показывала чипы и датчики. Если вы не хотите их больше видеть, то помните о нашем разговоре сегодняшнем. Все понятно. Он говорит, что когда нет счастья и радости, приходится наполнять себя чем-то. Совсем не обязательно себя наполнять плохими вещами. Можно наполнить спортом, можно наполнить своим развитием. Ты сказал три языка, ты знаешь, отлично. Ты и писать умеешь на всех трех языках грамотно. Нет конца саморазвития. А в играх ты никак не разовьешься вообще. Ксю, я вот это хотел тебе сказать, Богдан. Сейчас будем возвращать тебя назад. И маму сейчас вернем туда назад. Давай возвращать. И для усвоения энергии в вибрации возвращаем тонкую копию Богдана в систему Биоробот Душа. Готово. И отключайся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. Я здесь. Хорошо, Елена. Мы возвращаем вас сейчас назад в вашу систему Биоробот Душа. Вы все поняли. Уделяете ребенку больше внимания. Она благодарит. Во благо. И для усвоения энергии в вибрации возвращаем тонкую копию Елены в систему Биоробот Душа. Готово.